меня зовут максим я основатель бренда юность занимаясь дизайном и одновременно у меня депрессия 16 лет по этому поводу из них где-то лет 13 я занимаюсь одеждой мерчем и всяким вот таким связанным со шмотом сегодня постараюсь рассказать вам немножко про мерч как попытаться сделать его не прикольным а действительно классным в реалиях нашей страны все-таки это возможно значит начну наверное пожалуй с истории небольшой такой вот экскурс почему-то в рунете пишут что вообще мерч он весь пошел от музыкальных групп 60-х годах но это не совсем так изначально ну по крайней мере 100 инфы которая нашел мерч имеет отношение к спорту и первым мерчем считается спортивные бейсбольные карточки и самая самая первая вот такая вот бейсбольная карточка появилась 1856 году у команды brooklyn athletics это вот эти вот суровые крестьяне с палками они этими палками видимо играют бейсбол и эти карточки распространяли табачные компании они вкладывали их в банки с табаком вот и этим самым как бы продвигали некий интерес курению и бейсболу наверное не знаю как как до сих пор не понимаю как курение бейсболу связаны и спорт вообще в принципе вот потом где-то в двадцатых годах годах карточки стали выпускать отдельно без табака уже и они имели какой-то ошеломляющий успех собственно вот эту вот карточку с этими дядьками можно найти сейчас на ebay она стоит в районе 250 тысяч долларов если вдруг кто-то хочет есть желающий нет вот потом где-то в 50-х годах был бум шелкографии и мерч расширился ну как бы от карточек перешел к футболкам бейсболкам различным там брелкам все на чем можно было напечатать шелкографии это стало мерчем собственно как бы а потом уже подтянулись музыканты но произошло это не так как считается что вот музыкант таки а давайте писать наше название на футболке все было не так у фрэнка синатры были фанатки и очень много и назывались они бобби соксер и они занимались тем что на своих свитерах и футболках рубашках писали имя фрэнк синатра вот собственно эту тему подхватили в дальнейшем и другие музыканты в частности битлз которые выпускали со своим логотипом мне кажется все вообще все что на чем можно напечатать они выпускали то есть них были расчески с их фотками типа причешись как битлз вот зубные щетки какие-то там зубная паста вся вообще вот возможная ерунда которая может быть вот выпускалась с их логотипом вот но фанаты были в восторге естественные поддерживали свою любимую группу вот отдельно хочу выделить так называемый фон фингер очень популярная штука в америке на опять же у спортивных команд придумал ее обычный школьник которым было 16 лет он сделал из папье-маше чтобы поддержать свою любимую школьную команду вот и впоследствии спустя 7 лет она стала как бы прародителем и вот это вот поролоновой руки вот произошло это по моему в семидесятых годах семьдесят первом или семьдесят пятом что-то около того опять же у нас не очень популярная штука мне вот гриша гоша знает возможно у нас руку сделать в россии да возможно вот собственно впоследствии как бы мерч стал не только отображением любви людей к там любимым группам или какой-то спортивной команде он стал отображением причастности какой какому-то комьюнити или движухи там ну например там байкеры делали свои куртки с нашивками там на спине или это футболки опять же вот впоследствии из вот такой вот показухи скажем так вырос стритвир который впоследствии стал вырос из антеграунда в огромное в огромную индустрию с которой сейчас коллаборируют всяким мастодонты фэшн а вот в частности вот здесь на слайде стуси supreme с лв который в свое время задолбал всех вот так же что еще здесь у нас пелос и ральф лорен и чей-то гроб не знаю чей вот впоследствии мерч он как бы перестал быть просто сувениркой он перерос уже в отдельную ну в часть гардероба людей перестал стерлась вот эта вот грань между сувенирной продукции и просто одеждой это очень хорошо показывает мерч к не веста которые по качеству и востребованности не уступает его собственному бренду и и вот он точно также люто перепродается точно также sold out за первые пять секунд и невозможность его купить в первый там день продаж очереди на концертах там и прочее прочее вот опять же это подтверждает икея который в свое время очень много кастомайзеров делала из их сумок бейсболки там сумки даже вот трусики сделал а вот и икея выпустила свой мерч свою одежду на она они как бы позиционировали это не как мерч а вот как линия одежды своя в россии она к сожалению не продавалась потому что у нас в икеа древолазы сидят которые не хотят такое продавать вот так же американское космическое агентство нас делала мерч с различными брендами и крупными из дизайнерами и с кем только не делал там просто бесчисленное количество коллабораций они там делали и избран тягой буквально недавно с кираном престоном но в то же время у них есть коллапсы с и чем дэмом или там urban out fitters американский вот все это подтверждает то что как бы словом мерчи она в принципе уже не несет то что она несла изначально это ну уже просто часть гардероба точно так же как и футболки с логотипами любимых команд люди их не носят исключительно только на концерты то есть можно надеть любой день и как бы все будет окей вот отдельно хочу выделить мерч в ресторанной индустрии и частности хочу сказать про hard rock кафе как не странно эти чуваки просто на мерч собаку съели и прибыль смерчи я думаю является такой внушительной частью общей прибыли компания потому что hard rock кафе открывает свои магазины мерча без кафе то есть у них есть места где просто ты заходишь магазин покупаешь стакан с логотипом они еще делают у них есть эти пивные стаканы и они делают для каждой страны и люди их коллекционируют в америке есть такая тема что собственно если ты ешь в hard rock кафе ты можешь купить посуду из которых ты только что ел тебя просто в чек записывают и все вот собственно не так уже наверное давно все-таки fashion индустрия обратил внимание на мерч на ресторанный мерч вот собственно мы в юности делали коллаборацию с киевси макдональдс делает много коллабораций в частности с дизайнером александром вангом для китая они выпускали сумки в виде вот здесь на слайде видно в виде упаковочного пакета из макдональдса и виде корзины такой для пикника так что еще как ситуация обстоит у нас стране ситуация обстоит немного грустно потому что тут некий диссонанс в общем людям надоело вот это вот халява бесполезная раньше как бы многие делали ну футболки на раздачу неважно какого некачества там бейсболка лдпр вот это вот и все там в голодных каких-нибудь 90-х люди хранили носили их на даче сейчас это ну никого никого не удивишь вот буквально сегодня у метро мне пытались вручить какие-то там календари лдпр вот и но те кто делает мерч они этого к сожалению не понимают но не все многое меняется конечно но большинство не понимает что людям не интересно получать вот этот вот халявный одноразовый продукт который ну не несет за собой ничего кроме того что вот очередная какая-то вещь который придется донести до помойки выкинуть или сделать из него там тряпку для пола это в лучшем случае кто-то делает вот так берет и через плечо сразу выбрасывает в помойку собственно многие пытаются но получается не очень например музей гараж мерч у них слово скука вообще даже не описывает то как выглядит их грустный мерч просто делают банальную сувенирку и ничего нового но есть примеры охеренного мерча например есть такое заведение underdog которому я имею непосредственное отношение мы с ребятами пытаемся делать классный мерч в частности вот первое что мы выпустили ну кроме футболок мы выпустили кофейный дроп туда вошел не только просто мерч и потом футболки всякое такое мы сделали кофе с кооперативом черный обжарили рассыпали сделали классно все и сделали в бутылках cold brew и еще кружечки и все это вот черное в углу назвали не святая вода имела некоторый успех вот кроме того мы с ребятами выпускаем разные штуки типа вот последний дроп у нас был для песелей мы выпустили поводки ошейники миски в коллаборации с backyard керамикс и пакетики для какашек который нам задизайнил наш знакомый татуировщик из петербурга владимир мид щит советую вам его посмотреть очень крутой чувак там ну как бы это даже не татуировка больше даже скорее искусство вот собственно из всего этого списка рекомендую все посмотреть потому что это реально крутые проекты в частности меня очень задел яндекс кросс кросс без studios очень крутой проект прям вот вышка они сделали вот даже нас еще очень понравился мерчу альфа банка они делают классный продукт я сейчас не про карточки не про их кредиты именно вот про мерч вот и не про обслуживание сам мерч у них очень крутой очень крутая подача то есть это не просто какие-то банальные футболки они делают там какие-то умные как они это называют ремни там за бесконтактная оплата и всякое такое вот еще очень классный проект faces and laces на 15-летие коллаборация с рыбок вот собственно анатолий помнит как это все происходило может быть даже чуть расскажет если захочет не хочешь не грустненько ладно вот и соответственно сбербанк и адат адат это граффити команда которая сама является таким уникумом их мерч он я даже не знаю как назвать люди просто покупают потому что потому что он классно видим не знаю мне кажется 80 процентов людей даже не знают кто такие адат и просто покупает их мерч вот советую вам посмотреть все эти проекты вдохновиться ощутить невозможно собственно и немножко о том как наверное не стоит делать ну тут принципе все понятно единственное отдельно хочу сказать про коллаборацию бит фестивале кино бит при поддержке банка тинькофф мне кажется это очень странно когда банк поддерживает мерч с изображением горящие надписи будущее ну типа давайте там ядерную войну будет поддерживать там шоколадные шарики несколько что такое но для меня это вот выглядит именно так мне кажется так делать не надо и все-таки когда вы делаете какой-то проект и ищите партнеров нужно понимать что эти партнеры могут просто концептуально не подходить к вашему проекту как вот как по моему мнению произошло с вот этим проектом ну тинькофф это отдельная история вообще в принципе их мерч это просто логотип нанесенный на все не знаю кто и его покупает вообще есть кого-нибудь что-нибудь тинькофф за бесплатно даже чтобы получили наверное нет собственно давайте перейдем главному вопросу как же сделать охуенный мерч вот первое что я всегда спрашиваю у клиентов которые обращаются ко мне вообще нужен ли вам мерч ребята потому что многие думают что вот раз и делают им тоже надо и когда мы делали коллаборацию с киевсе после презентации у нас был забавный момент к нам вот обращались все кому не лень какие-то кофейни там хотели с нами коллаборацию самое главное с нами связался производитель майонеза и очень хотел с нами коллаб не очень до сих пор не представляю как мы это воплотили вы что это должно было быть на общем ребят считает что им очень очень нужен мерч а вот собственно определяет цель проект который у вас будет ну из этого уже можно понять какой мерч вы сделаете это не обязательно может быть какой-то материальный мерч то есть может вы там nft арт гуру какой-нибудь и вот как сейчас медуза занимается сбором денежек и среди поддерживающих ребят есть ребят который занимается на втором его активно продают поддерживают медуз q вот очень важна идея мерч как по мне то есть если вы клиенту не донесете что не всегда просто тупо логотип уместен но вот как не знаю тот же самый тинькофф но это просто не интересно нужно донести это для клиента дать ему понять что мерч это инструмент инструмент повышения лояльности аудитории бренду бренду или там неважно кому к заведению к бренду к группе даже если заведение или там группа они очень популярны очень любимые там все любят абсолютно все их блюда или там все их песни альбомы и покупают в любом случае их мерч какой бы он там ни был если ребята сделают классный мерч то ну лояльность будет повышена просто x100 то есть это очень сильно повышает ваши очки в глазах потребителя вот собственно потом нужно определить форму в которой вы будете это все делать об этом я сказал раньше то есть это будет какой-то физический мерч или это будет может быть какое-то мероприятие может это будет какая-то коллаборация в рамках которой вы выпустите какие-то штуки не обязательно там одеждам это могут могут быть там ну опять же нужно от идеи от истории от этого всего отталкиваться вот и очень важно очень важный момент понимать что если вы но мы сегодня вообще в принципе я вещаю больше про одежду потому что я в этом больше разбираюсь чем в nft арте к сожалению а все бабки там очень важно разбираться в нюансах технологий и понимать что если вы допустим просто напечатаете там неважно там классный какой-нибудь print ну это будет клёво но если вы там изучите какие бывают там типы печати да какие краски есть как можно с помощью принта обыграть ваш дизайн это может увеличить классность вашего продукта опять же если вы там делаете вышивку да ее можно сделать просто вышивку да сделать просто патчи но кроме обычной вышивки есть так называемые в россии тофтинг а вот это вышивка как на спортивных куртках такая как полотенечко вот она у нас есть у нас занимается одна контора на всю страну но она есть и она и делает или опять же цепной стежок у нас есть ребята франкенчейн из питера которые занимаются этим тоже выглядит очень круто очень винтажно и что самое главное вручную это все можно описывать вашем проекте и показывать насколько ценен продукт который вы создаете вот собственно конечно же дизайн очень важен тут самое главное и опять же если вы делаете коллаборацию с кем-то и вы вот ваша идея что мы вот сейчас будем делать для молодежи очень важно делать не косплей а настоящий продукт и если вы понимаете что вас говоря офисным языком недостаточно экспертизы в этом вопросе лучше пригласить какого-то носителя культуры как минимум для какой-то консультации и шикарно было бы если бы он с вами работал именно создавал этот продукт вот вы можете быть там условным посредником да в этом тогда вы получите кроме классного мерча настоящую трушную историю относительно этой культуры то есть это как условно английский язык изучать и практиковать его с носителями языка вы можете делать там с учителем в школе да а потом приехать в какой-нибудь там не знаю в америку например и стоит там зисус это и все как бы все ваши 18 лет в школе и университете закончится ничем вот и самый тоже очень важный момент это подача вашего проекта то есть это должны быть не только фотографии опять же хочу в пример принести наш нашу коллаборацию с киевсе мы сделали кроме самого вот эту самой коллекции с киевсе мы сделали показ для этого показа мы закрывали центральный киевсе на маяковской в общем и наши модели ходили тупо по киевсе вот так вот по кругу с подносиками с едой со всем этим в общем примерно все вот так я достаточно быстро все рассказал я хотел бы с вами больше пообщаться наверное и послушать какие-то ваши вопросы и ответить на них так что если у кого-то есть вопросики давайте